Ребята, прихожу на кухню, жена говорит, прийди, говорит, что-то вкусное здесь есть. Знаете, она знает мои слабости и давит на них. Тебе не стыдно? Она знает и специально давит. А сгущеночку можно? Тут уже кто-то походу из малышей был. Я знаю, даже это Славка. Только он сгущенку порит, как я. Блин из сгущенка, ну, ребята. Вы вообще не представляете. Я, конечно, жусь блинов до усерия. Я блинчики на воде сделала, так что они не такие калорийные. Валерика сказала, что блины сделал на воде, а не такие калорийные. Ага, это блины. Знаете, как в фильмах, ребят, пальчики облизывают? Это я. Я вам покажу, как это выглядит. Вкусно. Очень вкусно. Да ты что, я ничего не понимаю. Надо было взять неркатку эту, которую купили. Не надо было, не знаю, что мы ее не таскаем с собой. Ребят, мы поехали за Ириной. Это у Кости Верчагина у меня другая жена. Поехали, она едет в Соликамске. Костя заболел, попросил ее встретить. Они переехали сюда. Это у меня друг с детства. Он меня смотрит. Костя, привет. Он стабильно себе видео осматривает. Вот, поехали мы ее встретим и довезем до дома. У нее просто бабушка с ребенком в Соликамске. Вот они сейчас на два города живут, получается. Ну, пока полностью они переехали. То есть они в течение, вот я думаю, что... Работает она уже в Перми. В течение полугода, может, они полностью и переберутся. Ну, пока вот как-то так. И, получается, нас обрадовал Сафар. Это вот нас, который отвечает за ремонт. Молодой человек, мужчина, он как бы вообще хороший считается перемен. То есть мы его ждали три месяца, да? Когда он освободится. То есть мы именно хотели ему заказать, потому что нам гарантировали, что он делает хорошо. Ну, в принципе, что мы увидели за очень хорошую цену, то есть недорогую, он делает реально качественно. Мариша тоже увидела, да? Ну, хорошо. То есть он вообще как бы ответственно подходит к своей работе. Но они хотели уложиться в неделю. Ну, так что мы... То, что мы замутились с мозаикой, это у них заняло больше времени. Потому что они делают, видите, аккуратно. Из-за этого вот ситуация вот в этом получается, что дольше. Чем аккуратнее, тем дольше. Соответственно, в связи с технику, именно в канализацию, но потом, но это Рома Дамиль делает. Это вот Татьяна Владимировна, сын тоже нас смотрит. Тоже привет. Огромная. У него большая фирма достаточно. И он тоже делает по оптимальной цене, получается. Мама позвонила. Говорила, что уже спит. Звонили в час назад. Я хотела показать, как у нас ремонт продвигается. Она говорила, что спит. Я вставать не буду. Сейчас прошел, звонит, говорит, слушай, что там с ремонтом? Я говорю, мы уже едем. И потом мы едем, получается, в Кастораму. Снова, ребят, в Кастораму. Второй день сподряд. Получается, не хватило трех мозаичек вот этих. Двух. Двух не хватило, ребят. Из-за двух мозаичек мы едем, больше бензин сожгем. Честно вот, ребят. Поэтому сейчас мы быстренько запишем. И едем опять ночью, получается, потому что днем у нас идет ремонт. Спать будем опять, ложиться поздно. Надо палку эту возить с собой. За хера мы за 7 тысяч купили палку, я ничего не понимаю. Вообще, ставите в машине и пусть будет. Конечно, сейчас лето и ничего не будет. Да, ребята? И снимать на палку именно в машине. Кто-то вообще против влогов в машине? А мы думаем, что мы в машине живем. Не, ну понятно, ребят. Просто получается поговорить по-быстрому, вот так вот информацию донести из машины. Ну и что? Вы же все равно видите нас. Мы рассказываем, показываем. У нас как-то не получается в другое время снимать. Ну, как бы забитый немножко график. Но мы снимаем, ребят. Мы же как бы рассказываем про свою жизнь. И я считаю, что неплохо мы рассказываем так. Мы же видим отзывчивость подписчиков. И подписчики пишут, что да, действительно нравится. Если бы, наверное, говнище записывали, то, наверное, бы не нравилось. Да? Мое мнение. И более как бы это... У нас, видите, как два полицейских. Один хороший, один как бы плохой. Плохой-то я, хорошая Маринка. Постоянно она как правду там матку выворачивает, а я получается это... Да ты и правду матку. Я все сглаживаю. Я все по-хорошему. Видите? Так что вот, ребята, такая ситуация. Ну все, оставайтесь с нами. Сейчас вы видите Ирину. Мы ее обязательно покажем. Если она не против. Ну а куда она будет? Хотя Саша был против. Эй, ребят, вон Маринка сидит. Грустная. Ну улыбнись ты хотя бы. Ну что ты за женщина-то такая. Улыбнись, говорю. Ну что ж ты за женщина такая неулыбчивая. Вот, стоим на цирке. Сейчас Ирина подъедет. Вот у нас развязку сделали. Ну как не развязку, получается, дорогу отремонтировали. Сейчас здесь более-менее вот так вот все. Это еще строительство не закончено. Все строится. Ох, скоро деревья уже будут зеленеть. Вот такая вот ласточка, ребят. Позвонили нам по этой машинке, сказали, что якобы все решилось. В понедельник должны на нее документы отдать. Ну и будем надеяться, что все-таки с понедельника эта машинка будет полностью поставлена на учет. Да? В понедельник пообещали нам по машинке вопрос решить? Молодина не... Влогер! Главный влогер! Блин, время опять еще 11. Главный влогер. Ой, ну все, вроде сейчас подъедет, да поедем дальше. Не знаю, чем, ребят, кофе напоить нельзя, чаем, че, танцевать. Что проснулась-то она? Ребят, смотрите, мы из этих плиточек, получается, вот из этих, вот получается. Через весь город. Через весь город ездим. Три штуки давай бери на всякий случай. Он сказал две, мы взем три. У нее так вот режется, и получается, вот видите, основа. Вчера было две, сегодня в одну уже. Ну-ка, покажи. Мы уже знаем, куда бежать, смотри, быстренько забежали, да? Иринка отказалась сниматься, она говорит, я не накрашенная, да? С дороги. Да, мы уже, знаешь, привыкшие, накрашенные, не накрашенные, мы уже привыкшие. Накрашенная, страшная, не накрашенная. Да нет, не страшная, ты у меня хорошая беременная женщина. Девушка. Вредная. Я в то время уже был первого. У меня глаза-то, видите, какие сонные. Славка тоже, когда спать хочет, у нее такие же глаза. Сейчас на кассу, прикинь, сейчас кассы не работают, у них какие-то же перерывы. Сейчас заедем, чай возьмем, не Мришечка? Нет, мы поедем домой уже, я хочу. Теперь можем сон все заснять, да? Все, мы, ребят, купили, мы походу, получается, здесь одна семейная пара, и мы еще одна семейная пара ходим, и все, получается, Николай здесь нету. Все ночами спят, в магазин не ходят. А мы ходим. Нет, вот еще одна семейная пара приехала. Еще одна семейная пара. У-у-у, как холодно, ребят. Холодно, голодно. Спать охота. Арина! А-а-а, что ты всегда спать хочешь? Да. Дай тебе поцелуй, пройдет. Нет, я не спящая красавица, я не проснусь. Всем привет. Стою все-таки на учет сегодня. Сдала кровь, сдала мочу. Выписали мне карту для постановки на учет. Теперь этот кабинет к врачу. Привет всем, доброе утро. Как добропорядочный муж развел детей в школу-садик. Славка сначала немножко заплакал. Кепочку ему дали одеть, любит так бейсболку, как я, таскать. Вот, а сейчас я подъехал, получается, ну, я вам объяснил, показал на фотографиях, почему бейсболки надо таскать на улице. А почему, тут просто, ребят, грязно, поэтому я так это... А почему в помещении в бейсболках лучше не ходить? Вот. Ой, тут еще инастрана. Весна, какашки оттаяли. Вот, а-та-да. А-да, сейчас я пришел в женскую консультацию, тут Маришка. Так что, сейчас покажу. Она сегодня сдает анализы, получается, и УЗИ, наверное, направит нас. Вот так вот выглядит женская консультация. Здесь мы стояли с двумя детьми на учете, получается, со Славкой, с Наской, или наоборот, вернее, Наской начали, а потом Славкой. А сейчас мы с малышом пришли вставить на учет. Вернее, мы уже на учет встали. Нам просто сейчас надо анализы сделать. Маренька, наверное, даже здесь не засняла ничего. Стеснительное, блин, вообще. Пару секунд я сняла. Пару секунд я сняла в Рогина-Калининском стуле. Я кровь стала, мочу стала, вот карточку уформила. Мне надо показывать, там, наверное, адрес подписан, нет? Нет. Нет? Не написано? Пару секунд я сняла в Рогина-Калининском стуле. У меня всех расцвезд. Молодец. Настя-то успела? Успела. Которого. Сегодня простояли в пробке. Ребята, мы сейчас с маленькой поговорили. И вспомнили вдруг, что это ремонт не делался здесь. С рождения еще Настя. Ну, стеклопакет поставили, вроде, вот какой-то старый. Я так и зубы дал вверху видеть, скотчку положил. Светку вот. Двери. Смотрите, страшно. Воняет, как всегда. Вот хорошая консультация. Да, она воняет постоянно здесь. Красненько. Смотри, диваны, я их так же помню при Славке. Диваны, да. Тебя, любимая, тебя снимаю. Куда пошла-то? Не догнать тебя. А, пошла в коридорог, Моришка. Вониклавина. Скальоно Узи, да. У них здесь культура такая стоит. Она уже кучу-кучу лет стоит у них. Вот эта вот мама с ребенком. Еще кто-то когда-то слепил, и оно вот так вот стоит красиво. Каждый раз прохожу, прикольно. Сейчас они удобряют камешками, какими-то даже. Раньше не было такого. Бюрографию. Принести. И кровь на ВИЧ. Каждый раз, ребят, все это сдаем. Улица мам, это я так ее прозвал давным-давно, когда еще Маринка с Настей ходила, здесь по этой улице все беременные ходят. Именно эта улица ведет вот сюда, к этой женской консультации. А потом Маринка мне открыла тайну. Страшно, что сюда ходят не только беременные, а вообще женщины. Я думал, только беременные. Уже с консультацией. Пойдем там, обойдем, чтобы по грязи не ходить. А то я тут по какашкам поднимался. Как по минному полю, блин, шел. Сейчас мы полетели домой, а нас там строители ждут. Итак, мы в следующий понедельник поедем делать лузе. Ну, скрининг, получается. Да, да, да. Что? Спилинг? Скрининг. Ага. Нравится. Какие названия, ребят, придумали модные? Вот вроде у нас солнышко, все, а на улице всего 3 градуса и ветер. Да, с утеплением. Обещают? Да. Честно? Да, да. Ты обещаешь? Вот если Маринка пообещала, ребят, спрашиваем с нее. Она у нас главный синоптик. Не наш тепло, да? Да. Но сеха уже практически нету. То есть осталось чуть-чуть, чуть-чуть. Но пока это еще одна обочина, а так вообще уже нормально. Как-то так. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!